Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал «Красный проект» у микрофона Иван Котов. И для начала хочу вам порекомендовать потрясающую книгу Евгения Спицына «На фронтах холодной войны», которую вы можете приобрести по ссылке в описании. Сегодня темой нашего видео будет космическая программа Советского Союза, и вообще наше видео приурочено к 12 апреля, Дню космонавтики. В студии у нас историк Герман Анатольевич Артамонов. Здравствуйте, Герман Анатольевич! Добрый день! И хочу, пожалуй, начать с вопроса. Как вы рассматриваете роль Юрия Гагарина в истории вообще всего человечества? Хороший вопрос, который заставляет о многом поговорить, и о многих фундаментальных вопросах, я бы сказал, о истории XX века и оценке советского наследия поговорить. Дело в том, что очевидно, что Гагарин имел не только колоссальную популярность в Советском Союзе, но его принимал весь мир, он объездил практически полумира, и, пожалуй, в этом отношении сложно представить себе любую другую историческую фигуру. Но вот если бы мы поставили бы такую задачу, такую проблему, скажем, вот кто из великих деятелей в любой сфере достоин такого звания, как Человек Мира, как Сын Планеты Земля, Сын Человечества. Вот не отдельной страны, а всего человечества. И в этом смысле мне кажется, что очевидно, что никто не может претендовать с большим основанием на это звание Сына Планеты Земля, чем Юрий Алексеевич Гагарин. Именно в силу того, что именно так к нему, в общем-то, и относились современники. Ведь это была не только победа, очевидная победа советского строя, это воспринималось как победа человечества, как очень такое знаковое событие, в конечном итоге закрепляющее... Ну, в полете Гагарина два таких общественно-исторических аспекта. С одной стороны, это окончательное торжество человека над природой, победа науки. А наука – это продукт, безусловно, общественный, общечеловеческий, социально значимый. И вот достижение науки как закрепляющее окончательное освобождение человека от его зависимости от естественной среды обитания. И второе, не менее оптимистическое значение полета Гагарина – это внушение оптимизма, безграничные возможности и нашей цивилизации вообще, человеческой цивилизации, и достижений науки. То есть, все направления развития открыты. Человек может ставить самое невероятное, самое выдающееся, оказавшееся еще вчера фантастикой задачи и добиваться их воплощения в жизни. Кстати, полет Гагарина – это 1961 год. Еще живы люди, еще живы поколения, которые читали научно-фантастические книжки о полетах человека в космос, выходившие массово, повсеместно, кстати, на всех языках мира, там Герберт Уэллса, не только, для которых вот эта фантастика вдруг стала реальностью. Что еще может более наглядно демонстрировать торжество этой цивилизации и возможности человека, фундаментальной науки и так далее. И вот поэтому оптимизм, с которым его встречали, и как победу подчеркиваю всего человечества, он, в общем-то, вполне понятен. И если вы посмотрите документальные кадры, хроники, когда Гагарина встречают в Великобритании, во Франции, в Японии, ну, наоборот, практически весь мир, то вот эта искренняя совершенно овация буквально в каждой стране, когда замирала жизнь на улицах, и всех бы ходили его встречать, вот это беспрецедентная, наверное, в мировой истории популярность такая, одного человека во всем мире. И в этом смысле невольно, вот в этом контексте думаешь над тем, как, в общем-то, бездарно мы, я бы сказал бы, распорядились вот таким, как бы сейчас сказали, брендом Гагарин, особенно в, ну, конечно же, постсоветский период. Практически вот все то, что было можно сделать в этом направлении, мы буквально все растеряли. И, ну, это заставляет о многом, конечно, задуматься, особенно в контексте вот современных геополитических противоречий, в контексте того, что мы видим, как во всем мире в одночасье нарождаются, из какого-то легкостью утверждаются, ну, я так мягко скажу, русофобские настроения, антироссийские настроения. В этом смысле вот нам, конечно, нужно думать о тех, осмысливать по-новому и нашу историю, и достижение нашей страны, именно с тем, чтобы ставить задачу, ну, воссоздание такого положительного имиджа нашей страны в мировом глобальном сообществе. Хотя понятно, что этому будут противодействовать, но это всегда было и всегда будет. Вы считаете, получается, что Гагарин, проблема в том, что Гагарин не стал брендом в целом, или он именно не стал нашим флагманом, за которым мы могли идти в нашем области? Мы, мы, он стал, в том-то и дело, что он стал. Его таким воспринимала планета, его таким воспринимало человечество в 60-е годы. То есть он стал мировым по масштабу? Да, да, он стал сыном Земли, понимаете? Он стал сыном Земли. И вот так именно к нему относились. Да еще живые люди, которые это помнят. То есть вот это вот поколение моих родителей, они это помнят. И подтверждение этому, подчеркиваю, легко найти в исторических источниках, в хрониках, документальных фильмах и так далее. И понятно, что мы могли это использовать и как, в первую очередь, достижение советского строя, но неважно. Как достижение просто нашей страны можно было и не связывать. В конце концов, в 91-м году, понятно, мы не могли это рекламировать как достижение советское. Но как достижение отечественное. Неважно, да, как сына России, ставшего сыном Земли. Но почему это произошло, тоже понятно. Потому что, понимаете, в чем дело, когда утверждается новый общественный строй, то он должен доказывать свои преимущества. Почему мы отказались от строя прежнего. Но одно дело, когда это доказывается делами, здесь, в общем-то, особая пропаганда, идеология, в общем-то, тогда уступают на второй план, когда есть реальные дела. А когда, в общем-то, отчитаться-то нечем, то люди начинают невольно задумываться, так сказать, насколько оправдались их ожидания, которыми они испытывали в начале 90-х годов. И в этом смысле было совершенно понятно, что утвердиться новому общественному строю без явных и очевидных достижений возможно только за счет окончательной дискредитации даже тех положительных, очевидных, выдающихся достижений советского периода. А среди них, очевидно, два таких. То есть можно было утопить в грязи, в помоях буквально все, кроме двух очевидных совершенно событий и достижений. Это, разумеется, Великая Победа в Великой Отечественной Войне, для мира это Вторая Мировая Война, это раз. И второе, это, конечно же, советский космос достижений, это первый спутник Земли, это первый полет человека в космос, это первый выход человека в открытое космическое пространство и так далее. Ну, вся космическая программа, которая, в общем-то, ведь в конечном итоге все-таки тот путь... Это же, конечно, это долгая история вообще с космонавтикой. Мы, конечно, не были первыми, хотя, если от Салковского там идти, то теоретически, наверное, здесь нам первое первенство прибежит. Но это фундаментальная наука. А на уровне прикладных исследований, непосредственно практических, конечно, там приезжали вначале немцы, и фон Браун, очевидно, Фау-2 создатель. И потом, который, собственно говоря, возглавлял американскую... Он сдался в плен американцам, он был вывезен в Соединенные Штаты Америки, возглавлял там космические... Кстати, содержался на уровне шарашки сталинской там в Америке. И только после сравнительно... Ну, долгая, по-моему, лет 10 он там вот пробыл на заячьих совершенно правах. И только потом, после создания, по-моему, Сатурна, ракеты Сатурна, он получил гражданство США и потом возглавил космическую программу Соединенных Штатов Америки. Там чуть ли не НАСА возглавилась, неправить не изменяет. То есть, в общем-то, стал таким признанным человеком. Но это тоже отдельная очень история. Но, тем не менее, очевидно, что космические программы СССР и США они развивались по разным направлениям. Если мы, в конечном итоге, сделали ставку на стационарные орбитальные станции, на такие как Мир, допустим, то американцы на вот эти возвращаемые челноки. Но в итоге-то оказалось, что все-таки наиболее перспективный, если речь идет об освоении серьезного космического пространства, то наш подход оказался более фундаментальным, основательным и более перспективным. Не случайно сейчас существуют международные станции, опять-таки, опыт создания которых, конечно, накоплен был в первую очередь нашей страной, а не штатной. Ну, это вот просто один из таких штрихов к этой борьбе. Так вот, очевидно, что эти два достижения, если их не дискредитировать, то невозможно до конца было дискредитировать советский проект, советскую идею и опыт советского периода. И отсюда так... Ну, и, наконец, собственно говоря, понятно, что космос — это большие затраты, и это передовые технологии, без моментальной, семиминутной экономической выгоды, отдачи и так далее. А вот скажите, мы сейчас оцениваем эти действия, понятно, спустя десятки лет, а вот как люди, которые все это организовывали, которые были очевидцами вот этого, какие они цели и видели в этом? Какое будущее они видели за миссии первого полета в космос и так далее? Нет, ну, понимаете, в чем дело? Там были два очевидно совершенных момента. Во-первых, корабль, который Восток, с которым Гагарин вышел на орбиту, совершил первый полет. Это были все-таки ракеты, которые... Ведь была еще одна борьба, прежде всего прочего. Сразу после окончания Второй мировой войны начинается же этап Холодной войны. Причем он начинается, я бы даже сказал бы, в момент, когда мы еще не закончили, собственно говоря, подведение итогов Второй мировой войны, а именно в ходе Поздамской конференции, сейчас это совершенно уже... Это не просто рассказы, это документально подтверждено. Троман шантажировал Сталину, поскольку он сообщил ему в ходе Поздамской конференции о том, что Соединенные Штаты располагают оружием, не виданной до сили-сили, то есть было уже произведено испытание атомной бомбы «Малыш». То есть Америка получила ядерное оружие, очевидное превосходство. И в Советском Союзе первый взрыв, испытание, отечественные бомбы мы проведем только в 1949 году. И если бы у американцев были бы надежные носители, и достаточное количество оружейного плутония, то я не сомневаюсь, чтобы состоялась бы бомбардировка не Японии, а Советского Союза. Сегодня опять-таки планы по ядерной бомбардировке Советского Союза Соединенными Штатами Америки, они давным-давно известны, причем предполагалось, что у них тактика строилась на бомбардировке уничтожения городов-миллионников, столицы-миллионники. Причем от года к году количество городов, которые подлежали ядерной бомбардировке, увеличилось. Там последний план уже на сотни шел счет городов. И, соответственно, но вот американцы все-таки, у них были ракеты средней дальности, которые были способны нести ядерное оружие. И, собственно говоря, вот Карибский кризис, как раз мы как-то опять-таки трактуем его в большей степени, ну, уделяя внимание нашей стране, трактуем как поражение Советского Союза, который был вынужден вывести ракеты с Кубы. Но на самом деле там не было поражения, там было обоюдное согласие. Дело в том, что вот этот ракет с ракетами фон Брауна Сатурн, она была расположена на территории Турции и на территории стран Западной Европы. И соглашение по выходу из Карибского кризиса, предполагаю, американцы выбили ее из, сняли с дежурства ее в Турции и в странах Европы. То есть это была именно такая политика разоружения обоюдная, здесь не было поражения именно Советского Союза. Ну, а в дальнейшем американцы делают ставку на стратегические вымундировщики, как основные средства доставки ядерного оружия, а Советский Союз пошел по пути создания ракет. И в этом смысле, опять-таки, мы не имеем равных по сей день. Но вот ракета, на которую летал Гагарин, это была ракета, которая была способна доставить и нести ядерную головку в боевой части. Поэтому программа СССР, она, конечно, имела важнейшее значение с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны. И второе, конечно же, она открывала, подчеркиваю, вот это невиданные возможности для развития фундаментальной науки во всех областях. Просто при этом нужно иметь в виду, что фундаментальная наука, она в конечном итоге оборачивается прибылью, потому что за этим встанет все новые технологии, благодаря которым сегодня до неузнаваемости меняется наша цивилизация на протяжении жизни одного поколения. Это все заложено в фундаментальной науке. Вот те средства связи, с помощью которых мы с вами, находясь в разных местах, можем вести прямой эфир, это все фундаментальная наука, которая имеет уже прикладное значение. Но она не может дать вот сию минуты сейчас на низер. Это долгая инвестиция. И Советский Союз шел на это, понимая, это средства связи и так далее. А вот в условиях СВО мы, по сути дела, свернули свою космическую программу, перестали ее финансировать. Вот сейчас мы проводим специальную военную операцию. Я думаю, что один из принципиальных вопросов, который стоит, это те упущения за 30 лет, которые мы себе позволили, поверив в то, что НАТО не будет наступать, что мир толерантен до бесконечности. Вот мы сегодня наглядно это видим. Толерантность на себе. И когда министр обороны заявляет о том, что все спутники НАТО работают на сегодня сторону противника, я думаю, что это обеспечивает очень, вернее, создает нам очень большие сложности. Вот вы сказали о том, что та ракета, на которую полетел Гагарин, она была очень важна с точки зрения холодной войны. Можно ли утверждать, что вообще первый полет в космос Юрия Гагарина был определяющим не только в космической гонке между США, но и во всех там, в политических, в политических отраслях, да, в общественных и так далее? Ну, конечно. Вы понимаете, ведь понятно... Вот еще один из мифов, от которого, к сожалению, не может избавиться и нынешний политический эстаблишмент Российской Федерации, он избавляется, но очень медленно, состоит в том, что Советский Союз проигрывал, как бы, вот гонку за технологиями странам Западной Европы. На самом деле, Советский Союз, конечно, темпами опережал страны Западной Европы. Да, мы не сумели развивать группу А, связанную с легкой промышленностью, и это действительно создавало определенные сложности, в том числе с точки зрения удовлетворения объективных потребностей людей, массовых потребностей людей. И это, кстати, сыграло свою роль при подготовке к перестройке, потому что, конечно, что человеку понятнее, в чем он ходит, что он ест и так далее. Вот в качестве примера, вы знаете, будучи студентом первого курса исторического факультета, это 87-й год, я по сей день помню, какое впечатление на нас произвел преподаватель, который был выездным, занимался Наполеоном, и он был выездным в соц. странах. И вот, будучи в Германской Демократической Республике, он приехал оттуда и сказал, вы знаете, основная проблема вот ГДРовского немца, когда он приходит в магазин, это какую колбасу выбрать из 40 сортов. И вот на меня тогда, помню, как может вообще колбаса быть из 40 сортов? Она может быть там вареная, сырек общеная там, да, домашняя, а вот 40 сортов. Как это? Это вот по сей день, поверьте мне, помню. И никому в голову не могло прийти, что да может быть и 40 сороков сортов, просто ее есть нельзя. Пожалуйста, сейчас она лежит, но есть ее небезопасно для здоровья. Так вот, соответственно, да, мы группу промышленности развивали в недостаточной степени, но это не означает, что мы в принципе не могли ничего. Или, допустим, автомобили, да, там смешно сравнивать, как это тоже очень любят делать. Вот западный автомобиль, вот он как бы, я помню вот тоже эти рассуждения, вот на западе они все делают для людей, вот для людей. Ну вот Запорожец и Мерседес, ну вот в Мерседесе все для человека, а Запорожец, да, ну казалось бы. Но и про это никто не думал, что, наверное, страна, которая может производить лучшее в мире космическое оборудование, космические аппараты, именно там засредоточены все высочайшие технологии, самые высокие технологии вообще. Вот, кстати, для наших слушателей хочу сказать, что самый дорогой вид товара всегда во все времена, и у всех народов там вовсе там не золото и какой-то еще другой эквивалент. Это оружие. Оружие, которое в данный момент обеспечивает преимущество на полях сражений. Вот это всегда стоило дороже всего. И все технологии, самые передовые технологии, увы, так сложилось, они связаны так или иначе и воплощаются в оборонно-промышленном комплексе. И в этом смысле советский космос и наше преимущество, оно, конечно же, демонстрировало тотальное преимущество. Причем, примейте в виду, что ведь вот в 17-м году, когда большевики берут власть, с точки зрения социально-экономических, уровня развития социально-экономического, мы, казалось бы, безнадежно отстали от Запада. Потому что это еще аграрная страна с безграмотным, забитым, полукрепостным населением, с пережитками помещичьего зимовладения, которое, кстати, отменят только ли я в 17-м году. И, соответственно, вот тот рывок, который мы сделали, чтобы прийти к передовой технологии, выраженной в космосе, это невиданные темпы эволюции, понимаете, в мировой истории, ни с чем сопоставить. Просто сопоставить нищим. А вы можете тогда какие-то примеры, может быть, привести, как вообще советская космическая программа повлияла не только на развитие технологий, да, в СССР, а может быть и на людей тогда? Как она изменила их жизнь? Ну, вот жизнь-то как раз их изменила мало. Скорее, если иметь я в виду то, чем человек живет каждый день, про хлеб с маслом, вот на это не хватало. Потому что мы не могли. Тем более, не забывайте, что мы находились в условиях тотальной изоляции. И начиная с 16-го века Запад целенаправленно, это можно по источникам просто преследить, они это осознают. Там приняты целые программы по недопущению передачи России технологий, которые могут быть использованы для производства современного оружия. Это с 16-го века с Иваны Грозного. То есть, это можно просто на источниках исторических доказать. Ничего не изменилось, тем более не изменилось в 20-м столетии. Это при всем том, что остальной мир развивается в условиях специализации, глобального разделения труда. А мы вынуждены были за счет собственных ресурсов, и не было страны в мире, которая бы производила, вынуждена была производить такое количество номенклатуры просто товаров. Ни одна Соединенные Штаты Америки не производили вот такую номенклатуру. от канцелярской скрепки до космического аппарата самого современного. А мы это все делали сами. И это тоже, этот фактор нужно учитывать. Но то, что это имело не только вот такой внешнеполитический эффект, но это ведь после полета Гагарина, кстати, и отставания американцев, были приведены слушания в Конгрессе США о том, о тех факторах, которые позволили советам значит выиграть эту гонку. И вывод, который они пришли, он имеет важнейшее социальное значение. Они пришли к выводу о один из фундаментальных залогов победы вот в этой гонке лежит в лучшей в мире системе образования. Массового, бесплатного и доступного для всех. И без этого и без этого не было бы, конечно же, и космоса. Там понятно, что есть гений генерального конструктора и так далее, но ни один генеральный конструктор не сможет без массовой подготовки инженерных кадров. Высочайшая квалификация, высочайшая. И по сей день, кстати, я думаю, что мы можем готовить инженеров с большой буквы как, по сути дела, создателей нового как никто другой в мире. Это лучшее. А вот вопрос, как раз вы вот эту тему затронули, как американцы реагировали вообще на первый полет? Как они это поражение, по сути, приняли? Нет, ну как, они сделали выводы из этого. Понятно, что с одной стороны это вот в силу этой популярности и той реакции общей мировой, в том числе рядового американца, человек в космосе. Понимаете, вот в этом смысле Гагарина подчеркивает, что это феномен, ну вот он уникален, потому что он не вызвал вот этой ревности, что вот русский полетел там, а не американец. Это была гордость, это же человек. Они с удовольствием его присвоили в себя. Ну в каком-то степени. В общем-то да, 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 да. Безусловно, ну, кстати, в таком плане это было безошибочное решение. Нужно было, конечно, делать его сыном земли. Нам нужно было, ну, тогда-то мы сыграли тоже на этом, просто нельзя было подчеркивать и упускать, до такой степени упускать, как мы это себе позволили. И с другой стороны, они, конечно, сделали вывод, они поанализировали, если лучшие в мире системы образования, значит, нужно было соответствующее изменение производить и в их системе образования, и, по крайней мере, с точки зрения подготовки именно инженерных кадров и так далее. и в переманивании специалистов и прочее, и прочее. Кстати, насколько я знаю, по сей день, если вы выпускник ряда вузов, не буду их называть, они так очевидны, и факультетов Советского Союза, а в области математики и физики, то просто, это просто диплом этого вуза обеспечивает вам, скажем, должность, если не профессора, то преподавателя в престижнейших колледжах Соединенных Штатах и Америки. Просто вот сам факультет, это при том, что дипломы о высшем образовании, они не признаются ни в США, ни в странах Западной Европы. Баланская система в этом смысле она себя не оправдала. и наши ожидания, когда мы в нее вступали в 2003 году. И в общем-то, я думаю, что во многом поражение наше в 1991 году, если мы-то все сворачиваем, то там как раз-то задачи стояли другие, использовать, переманить и использовать те технологии, те преимущества, которые поставить их на службу своим интересам. Здесь я нужно просто располагать конкретные информации. Я не могу здесь быть как бы таким экспертом что-либо на источниках. Я думаю, там и закрыто было много. Но просто вот по опыту как бы оценки геополитических процессов, я думаю, что где-то близко вот так это было. К тому, что я сказал. А вот вы говорите, что мы допустили некоторые ошибки при попытке... Вообще вот вопрос, были ли эти попытки это наследие удержать у Новой России, как у наследницы Советского Союза? Были ли эти попытки собрать это огромное наследие и как-то сохранить его? На государственном уровне нет. То есть только последние если годы вот при меньшем, скажем так, президенте. Наверное. Но там было вот это жуткое десятилетие девяностых лет. Там держалось все исключительно на энтузиазме людей, которые отдали этому жизнь. То есть так или иначе в наше время ошибки исправляются, да? Как-то мы можем видеть примеры. Ну, я надеюсь на это, что так. И точка невозврата подчеркиваю не пройдена, потому что живы еще люди, просто специалисты живы. Но вы знаете, вот я вам могу привести пример связанный с Гагарином, из Днем Космонавтики. Дело в том, что у меня вот дом в деревне как раз за пять километров до места, где Гагарин разбился. А это колхоз Новоселовский. В советские годы это был колхоз миллионер, он специализировался на молочной промышленности, поголовье там было десять тысяч коров, десять тысяч коров. Разве сейчас не осталось ни одной, но если в мире такое было отношение Гагарина, то очевидно, оно было, каким оно было в нашей с вами стране. и вы знаете, вот когда я в первый раз приехал на место гибели, там мемориалы, там, кстати, 12 апреля каждый год там собиралась правительственная комиссия, обязательно, каждый год, включая всех космонавтов, которых по фамилии в лицо знала буквально вся страна, буквально вся страна, не только Гагарин, но всех остальных, германцитов. Кстати, вот мое имя, не очень такое традиционное для нашей страны, конечно, родители, популярность Германа Титова. И вот когда я первый раз там оказался, то это был конец 90-х годов, то там уже это пришло в такое запустение, то есть понятно, что никто уже не ездит, только энтузиазм, а на въезде там перед самим вот этим мемориалом большим, Серегину и Гагарину, там был такой, ну что ли, знак, обозначающий, что вот вы территорию эту, охраняемую территорию, которая представляла собой такой небольшой постамент бетонный, и на нем был из нержавеющей стали такой вот вырезан трафарет самолета, по-моему, Мига-15, вот, на котором они разбились, из нержавеющей стали, когда я приехал туда через год, то остался только остов, всю нержавейку сняли, видимо, ну понятно для чего, да, на цветные металлы, там и так далее, меня тогда это поразило до какого степени что происходит с нами, потому что отношение Гагарина вообще, ну, знаете, строго говоря, ну, вот это вот два очевидных вообще преимущества за всю нашу историю, победа в Великой Отечественной войне, и Гагарин полет первого человека в космос, как можно, то есть не осталось ни святого в душах людей вообще ничего, вообще ничего, если даже на это сняли вот этот, ну, сколько там они выручили, на это. Значит, сейчас этот мемориал поддерживается, и надо сказать, что вот в последние годы приведен там ремонт, привели в порядок, и даже там как-то вот они обустроили, но к сожалению, практически с минимальным государственным участием, с минимальным. То есть это частная инициатива, да? Леонова. Невсложий с нами нет, и соответственно, будет ли эта программа реализована до конца, благодаря его, конечно же, это его и личные в том числе средства, в общем, там и храм восстановлен, и там рядом храм с этим местом, там часовинку они бы создали, все это подчеркиваю вот частная инициатива. Вы понимаете, вот, кстати, это тоже показать, вот 12 апреля, вот, ну, наверное, место гибели сына земли достойно того, чтобы оно было включено в государственную программу, и поддерживалось государством. Ну, неужели нельзя, вот, особенно, когда думаешь о тех средствах, которые затрачиваются. Ну, давайте возьмем один хотя бы коттедж на рублевке, оценим его стоимость хотя бы один, и оценим, ну, сколько нужно, чтобы восстановить, привести в надлежащий вид место, создать музей, например. Вот. Боюсь, что даже меньше, чем стоит коттедж. Думаю, что да. Ну, вот это же показатель, ведь это же, туда приезжают люди, кстати, люди приезжают не так много, кстати, как хотелось бы, но на этом же можно было бы делать, ну, в конце концов, ну, не туристической мекой, но, по крайней мере, один из важнейших, в конце концов, это, ну, недалеко от трассы Москва-Владимир, Владимир-Золотое кольцо, то есть, в принципе, любой экскурсионный маршрут по Золотому кольцу с поездкой во Владимир, или из Москвы во Владимир, из Москвы в Суздаль, это отклонение от маршрута на 20 километров, свернуть от Покрова, значит, на 20 километров в сторону Киржача и вот до места гиблии Гагария. Ну, и для ближайших населенных пунктов это может стать каким-никаким, но местром притяжения людей, это большая проблема. Ну, конечно, и рабочие места и прочее. Там, а все это вот пока это еще энтузиасты. И подчеркиваю, что это очень показательно. То есть, если мы не умеем чтить, вот, предито президентская программа, традиционные ценности возвращаются и так далее, но вот в этом-то контексте вот есть такое понятие места памяти. Отношений вот к таким, их не так много у нас. Того, что еще осталось, их не так много таких мест памяти. А вот скажите, причиной того, что люди, ну, изначально было, сейчас это все-таки отношение меняется в лучшую сторону, как вы говорите, но вот когда оно плохим стало резко, вот вы говорите, там разобрали на металл, вернее, даже не плохим, а каким-то безразличием вот это, да, убийственное, просто хладнокровие. Причина все-таки это в том, что в периоды отчаяния, плохой жизни, может быть, люди забывают про свое наследие и вообще, как вы считаете, позволительно ли так поступать, даже вот когда очень все плохо в жизни? Ну, сложный на самом деле вопрос. С одной стороны, я бы не стал людей винить, здесь в массе своей, потому что их, конечно, довели до такого состояния, хотя, вы знаете, вообще, в социологическом плане вот та быстрота, с какой все это дело рухнуло, то, что еще вчера казалось нерушимым, и как человек быстро к этому приспособился, это просто поразительно. вот меня в этом смысле, я привожу такой пример, за год, за два до этого события невозможно было попасть на спектакль, поставленный в Ахтанговском театре по пьесе Михаила Шатрова «Дальше, дальше, и дальше». Туда посещал его Михаил Горбачев, все политбюро, на спектакль ломились, потому что, ну, он был-то достаточно смелый, там, трактовка октября, вождей революции, но там был один пикантный момент, очень, ну, тогда пикантный, для советского периода, дело в том, что по пьесе, ну, там речь шла о Брестском мире, но помним позицию Троцкого «Ни войны, ни мира», и принципиальная позиция Ленина «Мир любой ценой», и там нарушение, конечно же, исторической правды, никогда этого не было и быть не могло, но в пьесе это было вставлено, и дело в том, что там Ленин, упрашивая Троцкого все-таки пойти на Брестский мир, не устраивать новую дискуссию в партии, он по ходу пьесы падал на колени перед Троцким. Для, подчеркиваю, советского, это очень было символично, многозначно, это, ну, информационный повод номер один для, по сути дела, кстати, в этой сцене было заложено очень многое, что с нами произойдет. На спектакль, вот посмотреть, как Ленин в исполнении Михаила Ульянова бухается на колени, перед Троцким в исполнении Василия Лунового, тоже такой оригинальный режиссерский ход, Василий Луновой в роли по два метра ростом, значит, в роли Льва Давидовича Троцкого, но неважно. Я к чему это рассказываю? А вот спустя, ну, может быть, полтора года или два, вот на этот спектакль, на который еще вчера нельзя было попасть. Вот по спекулятивной цене люди состояние делали, продавая билеты на этот спектакль. Я, он шел в Олимпийской деревне, на юго-западе, был выездной спектакль в Ахтанговского театра, и мы еще студентами взяли билеты, пришли, и в зале сидит пять человек. Я вначале подумал, может быть, спектакль отменен, может быть, какой-нибудь там третий состав, может, какие-нибудь студенты неизвестные играют. Нет, вышли вот эти народные артисты СССР. Звездный состав, Михаил Ульянов, Василий Луновой, ну, все, Куфи, все. Я потом, если сделал, я думаю, вот два у меня было феномена, я над ними размышлял, даже не на самим спектаклем, даже пропустил эту сцену, когда он бухался перед Роским на колени, я никак не мог отнести, как же так, что с нами происходит, почему еще вчера вот на это невозможно было купить билеты. Люди все живы еще, это было еще вчера, а сегодня никому нет дела до этого. В одночасье. Пять студентов, каких-то несчастных. А вторая проблема, я думал, боже мой, как же они могут играть, когда в зале пять человек всего. Но потом, второй вопрос, я быстро на него ответил. Дело в том, что на генеральных прогонах, они так, как бы, уровень мастерства такой, тем более, что у них есть и что подобное, когда генеральные прогоны, то есть они могут вот абстрагироваться от пустого зала, сыграли великолепно, то есть на одном дыхании. То есть я бы думал, знаете, так вот себе позволить вольность, расслабь, нет. Народные артисты Советского Союза в пустом зале для пяти студентов играли вот как в последний раз. Вот школа наша. Ну вот, как же так происходит, как быстро люди, которые самая духовная страна, самая читающая страна, вдруг на первое место вышли совершенно другие проблемы. Карточки появились, карточную систему ввели, которую мы первыми, кстати, отменили после такой войны Великой Отечественной, которую ввели, первые в мире отменили карточную систему. А потом она вдруг ввелась, и для людей стали другие совершенно проблемы. И когда вот это разложение, гниение стало нормой, когда вообще отсутствие нормы стали объявлять нормой, то что же вы ждете от людей? Ну это по сути как раз то, о чем вы говорите, что вот тот же памятник, его реставрации, там вы также упомянули про музей, что там можно было бы создать, а государство к этому не прилагает руки, а это все частная инициатива. Среда, в том числе и социальная среда, ведь это тоже же, это же готовилось, ну просто это очень быстро произошло, и вы знаете, я думаю, многие социологи и философы, которые в том числе думали и разрабатывали соответствующие планы, не ожидали вот ту легкость какой-то произойдет. Ну а есть и источники, вот в том числе и политиков, которые в то время возглавляли ведущие державы мира, о том, как они опасались вот с той стремительности, с какой все это будет происходить, и главное легкость, легкость какой, вот страна сдавала свои позиции. Герман Анатольевич, у нас потихоньку время подходит к концу, и я бы хотел вот завершающим вопросом спросить у вас, как у историка. Вот космическая программа советская и первый полет в космос в том числе, какие вот три важные пункта, причины, важных результата, да, вы можете назвать у этого, которые продолжают влиять на нас до сих пор и по сей день? А почему именно три? Ну вот три, давайте больше, если больше, то вообще отлично. Вы знаете, есть только одно основание, одно, которое влияет, и так было всегда, и здесь человек не изменился, вот зачем сохранили традицию летописания книжники, когда даже былины, последние былины, была посвящена гибели богатырей на Руси. Это очень существенный момент. Вот к вопросу, было или не было монгольское нашествие, до какой степени отчаяния нужно было довести народ, чтобы в своей последней былине он умертвил своих богатырей, то есть умерли последние, кто могут отечество защищать. Но монахи и книжники летописную традицию сохранили. Зачем? С одной простой вещью, потому что одна память о золотом веке Киевской Руси давала неиссякаемый заряд оптимизма для ныне живущих поколений, для того, чтобы не опускать руки и находить хоть какие-то основания, силы для того, чтобы продолжать жить и продолжать жить, воссоздавать условия для национально-государственного возрождения. Пример успехов нашей страны в космической программе это пример успехов самых передовых, самых наукоемких технологий. И одна память об этом. также по аналогии вот тем примером, который я примел, создает все необходимые условия для того, чтобы те же самые задачи по обеспечению национально-государственного возрождения отечества были решены ныне живущими поколениями, в первую очередь молодыми. Спасибо вам большое, Герман Анатольевич. Очень, мне кажется, душевное, хорошее, важное завершение нашей сегодняшней передачи. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Напоминаю, что вы можете приобрести книгу Евгения Спицына, которая находится рядом со мной по ссылке в описании. У микрофона был Иван Котов, наш сегодняшний гость-историк Герман Анатольевич Артамонов. Вы смотрели «Красный проект». Спасибо, увидимся. До свидания. До свидания.